В столице Казахстана на площадке службы центральных коммуникаций Аким Павлодарской области отчитался о 10 месяцах социально-экономического развития при Иртышье. Глава региона отвечал на вопросы представителей СМИ без малого два часа. В августе текущего года глава государства посетил Экибастуз. Во время этой поездки президент Казахстана дал ряд поручений. Построить новый центр детского творчества и реконструировать парк шахтеров. Строительство центра уже начато. Объект планируется завершить осенью следующего года. Реконструкция парка запланирована на 2024-2025 годы. При Иртышье большое внимание уделяется обновлению инженерной инфраструктуры. Выполнен большой объем работ по замене тепловых сетей, запорной арматуры, котлов и оборудования на энергоисточниках. Проведено строительство, реконструкция и текущий ремонт свыше 128 километров на 22 миллиарда тенге. В сфере водоснабжения и водоотведения ведется реализация 60 проектов на сумму 18,4 миллиарда тенге. Обеспеченность водоснабжения в городах и сельской местности будет доведена до 97,98% соответственно. Глава региона отдельно остановился на теплоснабжении Экибастуза и Аксу. ТЭЦ сегодня обеспечивает необходимые параметры теплоснабжения. По оставшим двум котлам работы завершены. Сейчас идут пусконаладочные мероприятия. На ремонт ТЭЦ всего было выделено порядка 17 миллиардов тенге, из которых 8,5 миллиарда тенге было выделено из бюджета и 8,5 миллиарда тенге средства АО «ЦАЭК» Аксу. В городе Горняков отремонтировано свыше 70 километров тепловых сетей. Все работы завершены. На ремонт сетей теплоснабжения выделено 5,1 миллиарда тенге, из них 2,1 миллиарда тенге из местного бюджета и 3 миллиарда тенге – это средства Экибастуз Теплоэнерго. Теплоснабжение города Аксу обеспечивается котельной Аксуского завода феросплавов. Касательно новой котельной Аксу подрядчикам ТО «Кибай Энерджи» в этом году проведена корректировка проектной документации и получено положительное заключение РГП госэкспертиза. Пусконаладочные работы планируется провести в конце отопительного сезона. Также Акимобуси подчеркнул, что проводится корректировка генеральных планов городов региона. По всем трем городам ведутся мероприятия по их утверждению согласно законодательству. Для снижения очередности по социальному жилью в городах построены 14 многоквартирных жилых домов на 1550 квартир. На следующий год запланировано строительство 9 домов на 206 квартир сельской местности. Этот год оказался непростым для аграриев. Им оказывается поддержка для минимизации последствий засухи. Первое. Из областного бюджета выделено 3 миллиарда тенге на субсидирование удешевлений стоимости заготовки и кормов. Господдержку получили более полутора тысяч животноводов области. Второе. Для проведения сенокоса увеличенный объем удешевленного дизельного топлива с 4 до 10 тысяч тонн по цене 232 тенге, что на 21% ниже рыночной стоимости. Третье. Для заготовки и кормов выделено 25 тысяч гектаров сенокосов из земель запаса, а если быть точнее Государственного лесного фонда, для заготовки дополнительных 20 тысяч тонн сена. Четвертое. При поддержке правительства выделено 6,8 миллиарда тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, удобрений, племенную и селекционную работу. Пятое. При СПК Павлодар создан стабилизационный фонд фуражного зерна в объеме 5 тысяч тонн для реализации населению зимний стоил его период. Шестое. 38 хозяйств области получили выплаты из засухи на сумму 1,3 миллиарда тенге. Седьмое. С финансовыми институтами отработаны вопросы по реструктуризации и пролонгации кредитных обязательств 95 хозяйств области. В целом для зимовки скота всего заготовлено 1,2 миллиона тонн сена. Засуха показала, что надо переходить на интенсивное орошение. Сейчас площадь таких земель составляет 166 тысяч гектаров. Также активно внедряется принцип от управления бюджетом к управлению результатом. Мурати Белмажит и это Сакпарат.